Итак, самое добрящее утро. Сейчас постараюсь не напутать дату. Я никак не могу уйти с 2013 года. Хороший был год, потрясающий просто был год. Ну, как каждый год в моей жизни. И с каждым годом все лучше, лучше, лучше и лучше. Итак, сегодня 13 января 2014 год. Я прошу прощения, что я постоянно путаюсь. Ну, я постоянно путаюсь. Я не знаю, какой сегодня день, какой. Сегодня, по-моему, понедельник. Может быть, понедельник, да, скорее всего. Итак, жизнь прекрасна и удивительна. Да что там такое? Что там так шумит у меня? Надо остановить машину, посмотреть. Что-то мешает мне там. Что-то мне там мешает. Итак, год начался просто фантастически. Просто потрясающе. Просто слов нет, как... Я сейчас не могу все говорить, но я просто скажу, что год у меня начался просто... Дай Бог, чтобы каждый год начинался так, как начался этот год. Это просто сказка. Я люблю тебе жизнь и надеюсь, что это взаимно называется. Вообще, большой палец. Два больших пальца болит показывать. Это уж в Манецкого такое есть. Как ваше дело? Говорит, так классно. Большой палец болит показывать. Слишком часто показываю. Ладно, сейчас мне надо заехать и в паблик скупить моему мужу, дорогому, любимому, распрекрасному моему. Боже, какой же он у меня умничка. Господи, с утра до ночи. Работает, 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 работает. Пятнадцать минут быстренько перекурили. И опять пятнадцать минут. Работаем, работаем. Я рассказала такое есть. А сейчас отойду от своего мужа. О, какая интересная штука. Какая машина интересная. Сейчас, куда бы мне так стать, чтобы мне не мешали вот эти вот красивые дяденьки за рулем. А то они так на меня смотрят, что я это... Ладно, я сейчас отсюда встану. Спряталась, а там такая громадная машина. Это отсасывает дерьмо по всей видимости. Ну, такой, такой отсос дерьма нужен, конечно, и в Ютьюбе. В Ютьюбе сделать, чтобы столько там всего. Я уже все, я не буду. Я уже много раз говорила, что на меня это уже практически не действует. Но все равно иногда так немножко действует. Ладно, дело не в этом. Говорит, как... Говорит, сейчас я выключу. Пятнадцать минут. Работаем, 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 работаем. Потом два часа быстренько перекурили, перекурили. И опять пятнадцать минут. Работаем, работаем. Это я к тому, что есть... Это есть... Я уже не помню, откуда-то с детства это пришло. Что это такое? Анекдот, не анекдот, не знаю. Главное, что... Я только что подошла к мужу. Я всегда, когда ухожу из дома, всегда обязательно. Я еще помню, когда... Ну, я всю жизнь, если кто-то в доме есть, я никогда не уйду. Просто хлопну дверь и сказать пока. Я обязательно подойду к человеку. Там, к дочке подойду, к сыну скажу, сынулечка, я пошла, доченька, я пошла, поцелую. После этого только ухожу. Ну, естественно, так и сможем. Подхожу к нему, боже, как же ж... Искала сейчас его по всему дому, искала, да где он, да в конце концов, оказывается, он закрыл дверь у себя в рабочем офисе, как это сказать, в мастерской. Дверь в мастерской закрыла, там выпиливают какие-то штучки. У нас же в пристройке, которую он построил, там одну стену поели термиты. И вот он сейчас всю эту стену убрал, сейчас он ее всю... Он весь дом побрызгал вот этой вот ерундой, чтобы поубивать этих термитов, муравьев, там кто там еще, кто там еще, кто там еще. Ой, конечно, работник слов, просто слов нет, какой умничка, умничка, разумничка, еще раз разумничка. Руки, конечно, золотые. И вот нашла его в этой... Обижала весь дом, нету, обижала, нету. Вышла на улицу, да кричу, да где ж ты, Ханя, где ты? А он, оказывается, закрыл дверь и пилит, выпиливает там какую-то штучку, он сейчас окно вставляет. Он вытащил это окно, теперь вставляет окно. Все речки, все переделал, всю электрику переделал. И вот он там с пяти часов утра. Ну не с пяти, конечно, до пяти он сидит в доме, потому что в пять он идет гулять с собакой, где-то в шесть. Где-то в шесть он начинает работать. Знает, что я сплю и потихонечку, потихонечку там. И мне предупреждает, завтра я буду в десять часов уже шуметь. Я говорю, ну хорошо, шуми в десять часов. Работает, конечно, молодец, умничка. И мы готовим наши апартменты, и вообще мы так счастливы, мы так рады. И вообще супер, все замечательно, все просто, все просто, идет, лучше не бывает. Ой, вообще сказка, сказка, не жизнь, а сказка. Чего я всем вам советую, не советую, чего я всем вам желаю. Вот так, так будет лучше. Что я хотела сказать? Я сейчас еду, сейчас пойду куплю хлебушка быстренько, потому что потом в магазин не заходить будет нельзя. Я сейчас еду на какую-то процедуру, не знаю, что за процедура. У меня тут есть, ну опять-таки, не буду говорить, кто, что. Семья моя расширяется. Так, все класнево. В общем, я иду сейчас наводить красоту на своем лице. И так вроде как все хорошо, но будет еще лучше. Я сейчас сниму свои отчетки. Вот это вот, надо срочно это все уберать. Ну что это такое? 21 год, и вот какие-то, как это, как пьянышка, хотя не пьянышка. Я много раз говорила, это от слез, потому что слез было так много в моей жизни. И слава богу, вот сейчас все-таки есть в мире баланс, и сейчас все это компенсируется. Вот последние годы особенно. Ну слезы были такие основные, конечно, до 20 лет, пока вот эта детство была такая тяжелая. Мама там, я так переживала за нее все время, плакала, плакала, плакала. Потом первая любовь, вторая любовь, потом третья любовь, слезы, слезы, слезы. Потом что-то еще, потом что-то еще. Ну в общем, когда я сюда приехала, все. Я забыла про слезы. Вообще жизнь перевернулась на 360 градусов. Вообще жизнь совсем другая, все изменилось. Я себя полюбила, как я уже много раз говорила. У меня просто вот, ну просто лучше, наверное, лучше жизни вот я бы себе даже, вот если бы, если бы и захотела бы, наверное, даже лучше бы жизни не пожелала. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Кто там, кому там сказать вселенная, спасибо. Ангелы-хранители мои, спасибо. Кому там еще, кому там еще. Ну в общем, грядут, грядут громадные перемены. А пока не буду говорить, что и как. Грядут громадные перемены в моей жизни. Я вся настроена на, вся в работе, за все хватаюсь, за все хватаюсь. Вот это надо, вот это надо, вот это надо. Книжка 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, я сейчас, ладно, не буду говорить сейчас, пока ничего не буду говорить, а то опять все продам. Я такая, из меня шпион бы не вышел, я все равно все расскажу. Как хозяйственное было. Все, ладно, пошла в магазин, пошла в магазин, пошла покупать хлеб, Мужик, поехал у меня поэдмин сегодня на час. Где это? Как у нас такая большая машина, оранжевая. Да, это тоже работа, а что делать? Это тоже работа. Избавлять нас от, как сказать, от гадости, от всяких. Подошел, соснул, вставил, соснул. И все чисто. Все, пошла в магазин. Ура, 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 ура. Всех люблю, целую, будьте счастливы. И вот действительно, я знаю, что счастье его можно передать вот так вот на расстоянии, как эта песня есть. Пела. Как ее, как жизнь? Певица наша, советская певица. Она говорит, подставляйте на ладони, я насыплю вам счастье. Подарю это море, и в придачу отдам. И в придачу отдам это солнце. И говорит, ну зачем так много мне одной? Так, нет, мне хорошо, мне как бы много, да, но и... Я просто слежу за собой, чтобы что-то не ляпнуть. Поэтому у меня такой сумбур идет. Ну, кому надо, тот поймет. Собственно, что понимать? Просто, когда человек счастлив, оно прет, оно вот оно, вот оно вылезает. Кстати, самое главное забыла сказать, я вчера получила письмо из этого, а-а-а-а, из иммигрейшн, из иммигрейшн службы, надо было показать, но оно мне до. Из иммигрейшн службы, я прям такая, меня так поблагодарили, что я такая, как сказать, порядочная, как сказать, мне только звезду героя не дали. Порядочная гражданочка советского США, мне сказали спасибо за, ну не сервин, как же там они мне, как же они мне там сказали. Ну, короче говоря, мне пришло письмо о том, что кто смотрел мои видео предыдущие, я пожаловалась на то, что у меня были прямые угрозы из интернета. И собрала кучу документов, отнесла там в одно место, адвокат, уже когда там адвокат, уже, опять-таки, это неважно. В итоге все эти документы были, были отправлены в иммигрейшн, и вот я вчера получила конкретно, я думала, что, ну, я думала, что мне придет письмо отсюда, откуда-то. Мне пришло письмо прямо из иммигрейшна, причем мне письмо пришло с тем, что меня, меня не то что похвалили, мне сказали громадное спасибо за то, что я чуть ли не FBI, что я своими действиями предупредила, как бы, Америку о том, что сюда, чтобы сюда не пропустить такие опасные элементы. Элементы, ты опасен, нечего тебе это делать. Поэтому, ну, опять-таки, я войну начала, кто пришел с мечом, тот от меча и погибнет. Не от меча, от меча, который меч. Ладно, все, это так на всякий случай, поэтому пусть он не обижается, но я уже, я уже сама себе думаю, наверное, может, я уже так со временем думаю, может, я грубо сильно, ну, может быть, я быстро отхожу, я, я ж отходчивая, и думаю, может, это, зря я так погорячилась теперь, ну, человек может уже и заводится, забыл, ну, я-то не, я-то не забуду, я просила, но не забыла, ну, ну, уже написала, уже сказала, что же делать, уже назад дороги нет, может, есть, не знаю, все, всех люблю, целую, будьте счастливы, будьте счастливы, будьте счастливы, будьте счастливы, будьте счастливы и будьте здоровы, пока.